Это эксклюзивная история для нас. Мы как-то играем в Москве, а в околомосковском регионе редко. У нас, помню, был Зеленоград. Ну, что-то еще было. Какие-то были давно. Так что, в общем, эксклюзивные, потому что мы не каждый раз, и неизвестно, когда мы вернемся в Серпухов. Лично я их люблю за харизматичность, лиризм, безумно красивый звук и бархатный голос вокалиста. Animal Jazz сегодня гость нашей программы «Сделай громче» и всем привет. Насколько напряженный сейчас график жизни? Мощно. Мощных концертов больше 120 в год. Это где-то раз в три дня концерты. Много. Вы вот как-то в интервью в одном сказали о том, что жизнь у Animal Jazz всегда была очень нелегкой. Вот что вы имели в виду? Ну, я имею в виду путь карьерной группы. Это вот когда растет количество людей на концертах. У нас оно росло очень медленно всегда. То есть ты фигачишь-фигачишь, выпускаешь альбом за альбомом раз в два года, а народу прибавляется год от года 50-100 человек. В начале так было. Самые первые 8 лет. Ну, до трех полосок. А потом как будто что-то… Вот я много раз говорил, меня как-то… Ну, сейчас вот спрашивают, поскольку мы уже сейчас заслуженная группа, да, с большим стажем. Меня часто спрашивают о советах молодым. Ну, и я вот повторяю одну и ту же вещь. Говорю, просто долбитесь лбом во все закрытые двери. Потому что изначально они все закрыты, конечно, если у тебя папа не нефтяной магнат, который просто их откроет деньгами, да. А как у нас, если вообще без спонсоров, без богатых родителей, родственников, друзей, коммерческих банков, вообще без этого всего. Просто с нуля и 18 лет. Говорю, готовьтесь иметь прочный лоб. Ну, вот он у нас оказался более прочный, чем система и формат. Последние 4 года мы очень хорошо себя чувствуем. Со всеми радиостанциями, практически телеканалами нас активно везде стали сами наконец-то звать. Чего я ждал 10 лет назад, на самом деле. То есть молодые музыканты спрашивают советы у вас? Послушайте нас, посмотрите, да? Я говорю, ребята, вот монеточка есть, договоритесь с монеточкой, она пока еще доступна. Сделайте с ней фит, совместную песню. У вас сразу плюс 100-500 просмотров. А дальше уже люди будут смотреть на ваш талант. Если вы талантливые, значит у вас дальше останутся, ну, если не 100-500, но хотя бы 50. И так потихонечку. Ну, как-то так. Но вы же себя в детстве не видели музыкантов. То есть вообще пришли с науки, вот рассказывали с аспирантуры. То есть это резкий был какой-то перелом, да, в голове? Я себя не видел музыкантом даже не то, что в детстве, а даже в 24. А в 28 я уже на сцене стоял. Даже в 25 я еще даже не подозревал о том, что вообще возможно что-то такое. А как вы так перестроились? Что произошло? Случайность в общаге нечего было делать совершенно. Я ушел из науки раньше, чем занялся музыкой. Гораздо раньше, на год, на полтора. Я просто как в проруби, так сказать, известно что, болтался в общежитии. Жил тогда, молодая семья у меня, жена была, ребенок уже, там, сколько? Четыре года было, дочке. Но я при этом совершенно потерялся. Ученым я больше быть не хотел, чем заняться не знал. Тут случайно познакомился с парнем, который играет на гитаре. Лучше меня намного, почти профессионально. Еще и песни пишет сам. А я на тот момент просто пел в этих компаниях общажных, там, Цоя, Алису. Ну вот случайное знакомство, он мне говорит, слушай, ты так круто поешь, я слышал, давай вот мои песни попробуй спеть. Я спел, как-то паре окружающих понравилось. Ну и дальше басист появился, который до сих пор со мной в Animal Jazz. Потом барабанщики там всякие, обросли, короче, мясом, даже стали концерт играть. Было очень смешно, первый проект мой, это было очень смешно. Но тем не менее, оно как-то само получилось. Я просто, если берусь за что-то, это вот мой принцип, я его довожу до логического конца, хотя бы у себя внутри. Вот как я с наукой поступил, я понял свой логический конец, что я больше не хочу заниматься. Но я до этого впахивал, как просто Папа Карло в эту науку социологическую нашу. Я почему и заслужил там какой-то такой же маленький авторитет. Как-то произошло разочарование, да, так сказать? Разочарование произошло в том, что я понял вдруг, что мне предстоит дальше делать всю мою жизнь оставшуюся. Очень понятный, четкий, конкретный путь намечен. Вот он путь, твой доктор, профессор, потом декан, возможно, возможно, ректор, возможно, министр образования. Условно говоря, да. Это очень скучно. А здесь я вот сейчас перед концертом за меньше часа осталась, я до сих пор не представляю вообще, что на сцене произойдет. И так всегда перед любым концертом? Так каждый раз, каждый раз. Вот уже 18 лет. Для меня это было, с одной стороны, случайностью, то, что я попал в музыку, а с другой стороны, это была находка. Потому что это самое лучшее для моей психологической неустойчивости место сцена. Там я одновременно реализую свои амбиции, одновременно я несколько пофигист, потому что это же рок-музыка, можно немножко ни за что не отвечать. И можно сильно ничему не учиться. То есть основы какие-то вокальные ты узнаешь, а дальше можно просто на твоем природном балансе выезжать. Вот я это и делаю. Но вы не учились вообще? Нет, я вокал не учился. То есть 100% самоучка, да? Да, конечно, я не учился. Я просто пою с трех лет. Когда голос ломался, у детей он ломается, а у меня он не сломался, остался высоким, тенор. Короче, я говорю о том, что, с одной стороны, это цепь случайностей. А с другой стороны, это помощь сверху. Меня просто направили. Дали мне этого моего первого мальчика, который умел играть на гитаре. То есть мне все дали, вот так вот, на готовеньком. А дальше уже мне пришлось самому пофигачить. И судьба музыкальная наша, поэтому и нелегкая, потому что тебе когда изначально все дают, на, дальше уже смотрят все там, наверху смотрят. Ну давай, чувак, тебе дали очень много. Талант, способности музыку писать. Ты еще и поешь, и себе и песни пишешь. Ничего себе. Ну-ка давай посмотрим, как ты сможешь реализовать это в нашем нелегком мире, в российском шоу-бизнесе, условно говоря, да? Ну а дальше уже вот. Ну как, справились с тем, что дано? Да нет, конечно. При том уровне, при том потенциале материала, песен, которые у нас есть, конечно, мы давно, давно, лет 10 назад должны были быть уже в ранге этой монеточки и всех прочих модными. Но если ты любовь, один из нас, мы устроим часы не завтра, а здесь и сейчас. Но если ты любовь, не уходи, а глянись вокруг огни, жизнь прекрасна. Здесь и здесь и сейчас. Группа появилась в Питере в 2000 году. Можно сказать, что участников свел случай. Они просто репетировали в соседних комнатах общежития и, познакомившись, решили создать совместный проект. Вряд ли тогда кто-то предполагал, что Animal Jazz станут такими звездами. Объездят с концертами не только Россию. Станут постоянными участниками музыкальных фестивалей. Но к звездам через тернии. Наш даже главный хит «Три полоски» в 2007 году завернули на всех радиостанциях, сказав, что это вообще не хит, что это вообще тут нечего слушать, нет припева. Лишь несколько слов могут тут быть. Но если веришь в любое, стоит еще. Женщины порезаны лета, три полоски накидок под теплым дождем. Ты снова лучше всех, а дачу маму билеты мы переживем. Женщины порезаны лета, три полоски накидок под теплым дождем. Мы снова лучше всех, а дачу маму билеты мы переживем. Наша песня «Три полоски» ни на одной радиостанции в расстации никогда не была. Мы ее играем на концертах уже больше 10 лет. Все? Ну это просто визитная карточка, мне кажется, группа. Да, это наша страна. Это наша страна. Ты можешь выйти на Красную площадь и нарисовать что-нибудь в духе Ван Гога, а никто не заметит, просто все мимо пройдут. Мимо нас так и ходят уже 18 лет, условно говоря. Но учитывая, что мы долбим стену и не просто рисуем картину на Красной площади, а еще и орем «Эй, мы нарисовали картину!» Кто-то все-таки нас периодически замечал и так потихоньку накапливался вокруг нас. Я это так себе вижу. Мы не шнуров, у нас нет гения менеджмента, такого, как у Сережи, великого нашего. Ночь фонарик, конечно, аптека, для любви нужна младшего века. Под моим зонтом не хватает тебя, дыши. Тот, кто любит, носит жравы, рады лишь лекарства для кармы. Под моим зонтом не хватает тебя, дыши. Самое экстремальное выступление за это время? Очень много было удивительных историй. Слава Богу, в основном они попадались на начало существования группы, когда мы были молодые, задорные. Но если бы я сейчас попал в 2003 год, вот в моем нынешнем состоянии, в 2003 год в Петерзаводск в клуб «Сван», в котором мы играли концерт, когда сцены не было, это был пол. Вот такого примерно размера помещения, только потолки в два раза ниже. Набилось 300 человек, то есть забили его 400. Не было никакой вентиляции. И не было сцены, мы стояли на одном уровне со зрителями, не было никакого ограждения. И вот просто здесь стоит гитарист, здесь я, на таком расстоянии друг от друга, здесь басист, а тут вот справа еще правее, наш звукорежиссер, который вообще должен находиться напротив и слушать звук. Но нет, там не было такого, пульт стоял здесь. В итоге народ решил, что это наш диджей, кстати, потому что он так вот приплясывал. Вот, отдавили все примочки, сломали все примочки нашему, потому что прыгали, скакали, весь клуб скачет, все на ушах стоят. Мне выбили ползуба. Ну короче, это был ад. И все это было в температуре где-то примерно 55-60 градусов. Если бы меня вернуть тогда, или в Кемерово, когда от конденсата, в таком же точно без вентиляции зале, просто капало с потолка, ручьями уже в конце концерта, как дождь. Это конденсат от испарения людей. Вот такой был концерт у нас в Кемерово в 2007, по-моему, году. Когда просто это падает на сцену, все, а там линолеум, и он становится как каток. И ты продолжаешь играть, понимая, что ты вот так вот можешь ногами просто делать, как, я не знаю, как Майкл Джексон, не имея его способности, но у тебя есть великолепное ледовое поле просто. В общем, много было жестей разной. Но вы выйдете на любую сцену, вот если видите, что вас ждут поклонники, там, фанаты, нет? Сейчас уже нет. Во-первых, на любую сцену, и люди-то тоже, знаете ли, не очень охотно ходят вообще куда угодно. Ну, сейчас же есть выбор, конечно. Поклонников, я имею в виду, тоже будет Чека-2, которым я лучше отдам автограф и сфотографируюсь, чем мучить их два часа ерундой какой-нибудь, несущиеся со сцены, когда нет ни звука, ни нормального зала. Нет, сейчас мы очень разборчивые. У нас есть, слава богу, такое понятие, как технический райдер. Но он минимален, да? Нет, технический райдер развит. Бытовой минимален, да. То, что в гримёрке должно быть, это вообще смешные истории. А технический очень такой вот мощный. И очень многие концерты, примерно половина из того, что мы играем, еще половина заворачивается уже на уровне переговоров с организаторами, потому что они не способны выполнить технический райдер. Это очень здорово отсекает. Это то, чего нам не хватало в 2003 году. У вас до сих пор сохранилась традиция перед концертом отмечать предыдущий чуть-чуть? Да, конечно. Мы всегда встаем в круг и за предыдущий концерт 20 грамм. У нас 20-граммовые уровни наливания. С каких, я не знаю, с шестого года, может быть, с седьмого. То есть это суеверие какое-то? Ритуал, который помогает ощутить, что вот… Ну все же в разном состоянии находятся к концерту, как спортсмены перед футбольным матчем. Вроде тренировались все вместе, а непосредственно перед матчем все подходят. Кто из дома приехал, кто там ночевал на базе, у кого жена там поругала на него, у кого ребенок болеет. Как-то всех нужно собрать, команду. Я не знаю еще, что для этого делают футбольные тренеры. Понятно, что они не встают в круг, как мы. Ну да, и так нельзя. Почему я и говорю, что круто заниматься рок-музыкой. Я же говорю еще раз. А мы вот такой нашли момент, который как-то объединяет. Как-то все вдруг включаются, что, блин, через 40 минут на сцену. Это всегда происходит у нас за 40 минут. 40-45. Очень строго. Мы прям строго следим. У нас уже начинается. Так, ребята, блин. И обязательно все должны быть, даже включая звукорежиссера, техника, все должны быть в этом. Это не пьянство ради, а ради ритуала, а ради того, чтобы это был коллектив. Ну, хотя мы и так коллектив. Но все равно это не помешает. То есть у вас такая очень хорошая, слаженная команда сейчас, да? У нас очень хорошие, творческие, подогнанные друг к другу. Ну, коллектив, да, команда, банда, не знаю. Но мы не друзья в обычной жизни. Но самое главное, вы доверяете друг другу. Ну, конечно, на сцене, у нас уже 10 лет этот состав, а с басистом и гитаристом и звукорежиссером я 18 лет, с самого основания группы. Это на уровне задницы чувствуешь. Это очень-очень важно. На сцене. В жизни мы очень разные, поэтому мы... Зато мы когда не видимся, а потом видимся на концертах, на репетициях, это счастье, радость и очень соскучились все. Пишите себя пятью эпитетами. Меня? Да, вот как вы себя представили бы? Вот я... Болтливый, я болтливый, я интроверт при этом. То есть я болтливый, когда нужно. Вот на интервью или с близкими людьми. В обычной жизни человек от меня слова не дождется. Значит, я болтливый, но при этом я интроверт. Я жесткий в суждениях и к себе, и к людям. Очень жесткий. И это ранит окружающих. Я очень много обижаю людей. И причем людей, с которыми даже никогда больше не увижусь. Из-за этого у многих, наверное, обо мне мнение, что я мудак. Но я не мудак. Значит, вот три. Что еще четвертое? Ну, я достаточно умный. В смысле интеллекта. Не в смысле житейского. В житейском я абсолютно глупый, даже тупой. Я не понимаю элементарных реакций девушек на меня, моих. Моей вот любимой девушке. Она на меня обижается, я не понимаю, за что. А интеллектуально я развит, я читал много всего. Я знаю географию, я ориентируюсь в пространстве, в искусстве. В общем. И пятое, я очень нудный, въедливый. Наверное, вот эти главные мои качества. Я бы добавила, вы очень самокритичный. Нет, я не очень самокритичный. Это вот все то, что я сейчас сказал, можно перевернуть как комплимент. Мне же. Так что это все равно какое-то самолюбование есть в этом. А нам осталось любовь до умопомрачения. А нам достался апрель, сдавшийся снегам. Среди осколков вселенной, страхов и сомнений. Она осталась нам, осталась нам. Любовь до умопомрачения. А нам достался апрель, сдавшийся снегам. Среди осколков вселенной, страхов и сомнений. Она осталась нам, осталась нам, любовь. Мне вот почему-то кажется, что в последних песнях у вас больше лирики. Вот они прям такие. Не знаю, у меня вот этот альбом, кажется, альбом счастья группы Animal Jazz, который вышел вот сейчас весной. Мне кажется, он довольно жестковат местами там. Ну хотя, я не знаю, там нет больше... Я чувствую лиричность. Вот хотел спросить, вот как... Стало меньше металла, стало меньше жужжащих гитар. Но они все равно есть, и мы все равно тяжелый рок по-прежнему играем. Но мы никогда особо металл не играли. Просто в начале нашей карьеры мы тяготели к альтернативному, андеграундному року в духе Deftons, Korn. Вот в те 90-е, конец 90-х, по звуку, по звучанию гитарному, по барабанщику. Сейчас мы немножко облегчились в плане именно тяжести давления на уши, но энергетически, эмоционально выплеск все равно очень такой... Это такая, знаете, это романтическая, но все-таки депрессия. В Стерпухове Animal Jazz показал свой уровень на 100%. Это был их шикарный звук. Поклонники в восторге. Музыку Animal Jazz трудно спутать с чем-то другим. Это яростное, но мелодичное звучание. Музыкальные эксперты называют уникальным. Один раз услышав «Живи» или «Анамнез», вряд ли забудешь эти высокие ноты. Количество всевозможных фан-клубов коллектива зашкаливает и охватывает более 30 городов. Дискографии группы 10 альбомов, 4 концертных видео и бесчисленное множество выступлений. С Animal Jazz сотрудничали такие известные исполнители, как Каста, Максим и Сергей Шнуров. Альбом «Фаза быстрого сна» вышел относительно недавно, но на полках магазинов его уже не найти. Так быстро его разобрали. Сегодня Animal Jazz – это мягкий рок, особенно сейчас. Сужу по последнему альбому, в котором нет сильного металлического грохота и шума. Ранее абсолютно все музыку Animal Jazz обозначали как тяжелую гитарную с постблюзовой основой и стремлением к симфоническому звучанию. В общем, ребята развиваются, меняются, а становятся ли они лучше или хуже, решать каждому из нас. На сегодня у меня все. До новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова